А тем временем в Витебске завершился международный фестиваль фотографий имени Сигизмунда Юрковского «Фотокрок». Форум проводится в нашем городе второй год подряд и стремительно набирает обороты, становясь своеобразной творческой платформой для фотохудожников из разных стран. Помимо многочисленных выставок, в рамках проекта проводятся мастер-классы, лекции, знакомства с портфолио известных мастеров фотографии. Более подробно с программы нас познакомит руководитель проекта Василий Прудников. Сегодня он гость программы «Время. Арт». Василий, здравствуйте. Я рада вас приветствовать у нас в студии. Завершился второй международный фестиваль фотографий «Фотокрок». Вы довольны результатами? Здравствуйте, Татьяна. Да, доволен. Хорошо. Почему доволен? Потому что эффект лучше по сравнению с прошлым годом. И это понятно, ведь в прошлом году мы только стартовали, только обозначили. Все с интересом и ходили как на разведку. А сейчас настоящее участие было. Оформляется уже, будем так говорить. Да, утверждается. И утверждается. Но вообще идея, начнем, наверное, с истории. Идея создания подобного фестиваля. Вы сами из Витебска, сейчас живете в Москве. Что вдохновило, что, как говорится, повлияло на то, что вы решили организовать такой фестиваль? Повлияло две вещи. Это моя профессия фотографическая. Я со школы работаю, вернее, увлекаюсь фотографией, потом всю жизнь работаю фотографией. Сейчас преподаю фотографию в Москве. И второй фактор – это, конечно, тот факт, что в нашем городе работал знаменитый Сигизмунд Юрковский. И который включен во все энциклопедии, она книги по фотоделу, потому что он сделал изобретение шторно-щелевой затвор, который присутствует во всех современных фотокамерах. Это определенный прорыв в то время, сто лет назад, больше даже уже сто двадцать лет назад. И вы назвали его именем фестиваль? Да. Мы называем его именем фестиваль. Международный фестиваль фотографий имени Сигизмунда Юрковского «Фотокрок» в городе Витебске. Если мы коснулись сейчас персоны Сигизмунда Юрковского, его личности, уже немножко как бы опережая, но уже хочу задать этот вопрос. Вы планируете и музей создать, насколько я знаю, в городе? Это как бы мечты, планы. Это нужно, как говорится, вынашивать что-то. Да, опережайте, Татьяна. Но что делать, темп такой бежит. Мы, собственно, тоже фестиваль начали не просто начать. Да, мы бы его все равно начали. Но близится юбилейная дата Сигизмунда Юрковского в следующем году. Мы будем отмечать 185 лет с его дня рождения. И к этому моменту мы запустили фестиваль, уже опробовали. Создается фонд, местный витебский фонд фотографов «Фотокрок». И под его эгидой открывается, планируется открытие. Работа идет полным ходом над этим. Музей фотографии имени Сигизмунда Юрковского в Витебске. И вы, видимо, предполагаете привлечь каких-то инвесторов? На какой базе вы планируете? Музей будет официальный, государственный. Это не частный. То есть наше руководство области пошло навстречу? Пока города. Отдел идеологии, управления культурой по делам с молодежью полностью поддерживает этот проект. И даже подготовили нам площадку под музей. Да? И на какой базе вы планируете разместить? На улице Крылова, 3. А там какое-то помещение отдельное? Это бывшая мастерская скульптора Могучего. А, Молея Могучего. Да. Ну, здорово. Которая сейчас бездействует. Но это прекрасное место в старом городе и для музея более чем подходящее. Ну, хорошо. Потому что мы планируем в этом музее не просто выставочный зал какой-то сделать, а сделать историю фотографии, которая начнется с ее рождения. И покажем. Это будет уникальный музей в своем роде. Даже среди музеев фотографий, которых, кстати, совсем мало. Даже в России. Ну, конечно, когда я знаю все стеклянные пластины Руковского хранятся где-то в Америке, да? В музее современного искусства или что-то в этом роде. В музее и в частных коллекциях в России. Немножко фотоотпечатков в Крыльевическом музее нашем. Будем собирать, приглашать и коллекционеров, и инвесторов к участию в этом проекте. Хорошо. Но вернемся к фотокроку. Ваши участники. Мало того, что известные маститы и мастера, которые занимаются фотографией, и как вам удается их привлечь, чем им интересен Витебск, эта площадка, участие в фестивале. И назовите, кто вот в этом году как раз принял участие. Конечно, с удовольствием. В этом году приехала команда мастеров в основном из Москвы. Мы приглашаем разных мастеров. Они однозначно все мастера, но в разных направлениях. Это и фотожурналистика, фотодокументалистика, арт-фотография, классическая фотография. Сегодня уже как отдельное направление идет. Почему? Потому что мы проводим эти фестивали. Но фестиваль – это площадка, на которой, на мой взгляд, должна представляться разнообразная фотография. Ведь приходят разные фотолюбители, просто любители фотографий. Чтобы каждый мог найти по своему вкусу. И чтобы показать контраст тоже. Меня даже наши участники фотографии, вернее, фестиваля этого, сказали, а почему вы привезли вот эту? Нам она непонятна фотографии. Это вы что имеете в виду? Выставку наших концептуальных фотохудожников. Они, кстати, белорусские авторы. Владимир Шахлевич и Галина Москалева. Выставка работает в арт-пространстве на улице Толстого 7. Она остается после фестиваля. Можно ее посетить завтра в течение еще времени. Да, там концептуальное искусство в области фотографии. Не все понятно. Но в этом-то и есть искусство. И это нужно показывать молодым авторам, другим, чтобы они провели замечательную творческую встречу, мастер-класс по концептуальной фотографии. Каждый мастер, которого мы приглашаем, он представляет свою авторскую выставку и дает творческую встречу или мастер-класс для аудитории. И вот в этом году, помимо Володи Шахлевича и Галины Москалевой, это белорусские авторы, они, правда, тоже уже живут в Москве некоторое время, приехали чисто российские мастера, но с звездного уровня. Легендарные личности в области фотографии, я их обязательно назову, это Игорь Гаврилов. Это которая выставка в художественном музее, да? Да, в художественном музее. «Огонек» всегда отличался от других изданий, у него было свое видение, такое смелое, открытое, благодаря главному редактору, таких как Коротич, например, и другие, которые не боялись показывать и острые темы. «Огонек» считался органом коммунистической партии, органом печати официальным, издательства «Правда». Но, тем не менее, он мог печатать все острые темы. Так вот, а фотографы еще острее были. Это заслуга, прежде всего, редакторов. И фотографы могли под таким прикрытием работать, печатать. Но Игорь, Игорь Викторович Гаврилов, он выделялся даже среди огоньковских фотографов, он самый острый был из них. Очень хлесткая фотография. Я видела выставку, мне очень понравилось. На его снимках жизнь, показанная врасплох, она без знака минус, у него не было и нет стремления показать. У него ирония. Плохо, да. Где-то ирония, где-то юмор, где-то просто правда. Но это настоящая фотография, честная, без прикрас. И очень удачно подмеченная. Да, она образная. Образная. Образная, да. Где-то метафоричная. Ну, в общем, очень интересная выставка. В арт-центре на Толстого. В арт-центре на Толстого. Помимо участников конкурса, да, вы отобрали трех представителей по сериям. Это, расскажите немножко. Показали конкурс, лауреатские работы конкурсов фестивального с темой наука и экология. Также там еще две выставки. Видите, какое пространство настоящее. В разном диапазоне. Да. И еще две выставки в классических технологиях. Геннадия Смирнова, московского фотохудожника. Да, это интересная выставка для, абсолютно для любителей фотографии, для любителей истории фотографии, потому что на ней представлены раз, что не фотография, то новая технология. Все классические технологии, начиная с рождения фотографии, сейчас они называются альтернативными методами. Это амбра-типия, циано-типия, пладина. Это использование техники печати на разных носителях, да? Да, в зависимости от того, какие химикаты и какие фотоматериалы используются для создания фотографии. Там фотография на стекле, там фотография на бумаге. На бумаге разными способами, обращаемая, прямая, разная. И поэтому это некая экскурсия сейчас. Все фотографии удивительные, они необычны для современной фотографии. Еще одна выставка тоже московского фотографа Андрея Годяйкина. Он представил свою авторскую коллекцию, снятую на специальный фотоаппарат. Называется Хольга или Хельга, некоторые ее называют. Это любительская, абсолютно любительская камера китайского производства. Она примечательна тем, что дает непредсказуемое качество. Как он сам сказал, художественный брак. Да, абсолютно. Такой художественный брак, художественная мазня. Для репортера она совершенно не годится, для документальной фотографии. Но для фотохудожника, для творческого автора… Своего рода находка. Это да, это абсолютно классный инструмент, находка. Там нет гарантии, что ты вообще получишь изображение, но если получается, то оно уникально. Даже автор не может сделать две одинаковые фотографии. дубли. Потому что, ну, как камера себе, что она сама внутри там решит. Плюс магия фотоматериала, оптики. И на эту выставку тоже стоит взглянуть. Это вот такие, с одной стороны, мистические, с другой стороны, романтические, там портреты, пейзажи. Питер, Москва, еще другие города. Очень красивые фотографии, но их объединяет одна стилистика. Вот такая, ну, скажем так, несколько мистическая. Интересная. Есть еще площадки. Выставочный зал Центра современного искусства на Фрунзе-11. Музыкальная гостиная. Да. Там мы представили под стать тематике года Белоруссии и темы нынешнего фестиваля фотокрок, наука и экология. Вы объединили год науки в Белоруссии, назван этот год, а в России год экологии. Год экологии. В музыкальной гостиной на Фрунзе-11 мы представили коллекцию астрофотографии минского фотографа Виктора Малышица. Белоруссия в объятиях звезд. В объятиях звезд. Минчане видели эту коллекцию еще в феврале, начале марта. Первый показ был. И мы решили привезти в Витебск, показать на фестивале. Выставка удивительно красивая. Она показывает красоту нашего края. Очень красивые фотографии. Они в большом формате, что добавляет удовольствия для просмотра. Это метровые работы, где можно каждую звездочку рассмотреть. Фотографии с национальным колоритом. И как сам автор Виктор говорит, это практически небесный паспорт нашей страны. Он уверяет, что у каждой страны свое небо. И оно уникально. Скажите про площадку. Насколько я слышала, на железнодорожном вокзале что-то тоже разместилось. Я просто не была, но услышала, что вы используете тоже площади под выставку. А там что можно увидеть, наблюдать? На вокзале. Это выставочная площадка открытия фестиваля «Фотокрок». В прошлом году впервые там. Но там есть выставочный залчик, галерейка своя местная. Где станция Витебска, железнодорожный вокзал, выставляют свои музейные фотографии. Она в помещении. Но мы впервые использовали пространство зала ожидания на втором этаже. То есть выставка работает открыто для приезжающих, отъезжающих. И когда кто там ожидает свой рейс. И это впервые в таком формате используется вокзал. В прошлом году замечательно. Это мы опробировали. И теперь уже понятно, что мы традиционно будем использовать эту площадку. Руководство вокзала это прекрасно восприняло, поддержало. Видит в этом только плюсы. Ну а какие тут могут быть минусы? Нет, конечно. Смотрите, как здорово. На вокзале фотографии в Москве в метро. Балет показывают уже. Просто это здорово. Это тоже традиция. Сделали постоянные выставочные залы. Открыли на Киевском вокзале, на Курском вокзале. Это мировая практика сейчас. Да, в метро, в источные залы. В местах общего пользования. Где неожиданно встретить и с удовольствием смотреть. Где есть время посмотреть. Так вот, для вокзала у нас своя концепция. Мы показываем теперь, поскольку фотокрок уже второй раз, есть уже накопленный опыт. И мы там показываем лучшие снимки наших участников по городу Витебску. То есть мы представляем фотографии Витебска. Горожан, гостей. Ну, то, что успели ваши участники. Те снимки, которые снять в период фестиваля. Мы в течение года собираем от участников. Ведь их много. Отбираем. Редактируем и представляем уже на следующем. То есть следующим летом мы покажем то, что сняли сегодня. Буквально вчера, позавчера. И выставка называется так. «Фотокрок по Витебску». Скажите, а по результатам итоговая выставка будет проводиться? Вот те работы, которые на этом фотокроке сделаны. Это в следующем году можно будет увидеть результат ваших участников? То, что они отсняли? Либо еще через какой-то период вот в этом году? Я думаю, что в этом году мы увидим. Ведь то, что мы сегодня на вокзале открыли, точнее, на фестивале, мы ее презентовали в декабре месяце в арт-пространстве. Она целый месяц висела. Мы это совместили с награждением участников, которое затянулось в прошлом году. Сейчас просто откроем выставку. Опять вспомним фотокрок, проведем мастер-классы. Тоже совместим, обогатим открытие выставки. Тоже усилим. Ну а какой резонанс? Вот непосредственно. Понятно, вы как руководитель, организатор фестиваля, вы, конечно же, больше захотите выделить лучшие стороны. Но, однако, я понимаю, что вы люди все творческие, которые собираетесь. Я наблюдала, как вы друг друга встречаете, как вы уже познакомились, рады встрече друг с другом. Но атмосфера фестиваля, как реагируют участники? Я понимаю, что некоторые уже повторно приезжали, кто был в первый раз на второй фестиваль, и, думаю, приедут на третий. Но вам нравится атмосфера самому? Да, атмосфера нравится. Неожиданным было только то, что на первом фестивале настороженно восприняла фестиваль местная аудитория, витебские фотографы. Почему? Ну, я... Упустите это, да? Да, я понимаю, почему знаю от самих фотолюбителей. Настороженно восприняли, как такой российский десант несколько. Да. Но ведь это все делается для... Но они же могут принимать участие. Витебских фотолюбителей, конечно. Это любой кто, да? Это для них, собственно, и сделано. Площадка фотокрока, это как... Фестиваль фотокрока, это площадка взаимодействия фотолюбителей, площадка для обмена опытом профессионалов и любителей. Мы специально вот мастеров привозим. Ну, наверное, такой ревностный момент, что сами не организовались, а вы приехали, хотя вы как витебчанин, но, однако, приехали и организовали здесь фестиваль. Вот, но я это все понимаю, это не страшно, и все становится на свои места. Ну, это уже будет зависеть от вас, как вы политику поведете, фестиваль. В этом году уже много было зарегистрировано, в разы больше, чем в прошлый раз. В прошлом году витебских участников местных приезжали с Могилева, с Минска, с Витебской области приехали люди. Ну, люди начинают узнаваться, во-первых, о фестивале. И мы открываем большие возможности именно для местных. Фестиваль фотокрок будет открывать, новые имена лучших, показывать авторов. И поэтому в этом году нам был открыт специальный проект фестиваля, который будет постоянным. Называется он «Витебская стена». И в этом году открылась новая площадка, надеюсь, уверен, что она будет постоянной, в галерее «Стена» на улице Ленина, всем известная художественная галерея. И там теперь зал и фотовыставок. Две коллекции фотографий от витебских авторов. Накануне фестиваля был объявлен конкурс на лучшее портфолио фотографическое. Было прислано около 30, больше 30, где-то 35 или 38 портфолио витебских. И концепция этого проекта «Витебская стена» такая. В этом зале будут выставляться лучшие коллекции только витебских авторов. То есть мы готовим для них их персональные выставки. И в этом году открыли два имени, две выставки сделали. Александра Восьмерякова, молодого автора, и Дмитрия Димкова. Очень красивые фотографии. Мастера оценили по достоинству. Действительно фотографии хорошие. У Димы съемка «Витебска» в таком абсолютно художественном видении, стиле. Она понятна абсолютно, это не концептуальная, если я говорю о особенном видении. В таком минималистичном стиле. Метафизика присутствует. Но очень красивые фотографии. А у Саши Восьмерякова пейзажная фотография по Беларуси. Красивые виды, черно-белая фотография. Так что фотокрок – это местный фестиваль, это не российский фестиваль. Он делается просто с помощью российской организации, которая имеет просто-напросто большой потенциал. Благодаря культурному проекту «Роспрессфото», которому я руковожу в городе Москве, он занимается историей российской фотожурналистики. А это что? Это те кадры. Игорь Гаврилов, Александр Лыскин, Юрий Абрамочкин. Это вообще легенда мировой фотографии. В прошлом году Владимир Вяткин был легендарной личностью. И это вот эти четыре дня – шанс с ними пообщаться, попить кофе, поужинать, пообсуждать свои фотографии в неформальной обстановке. Когда это можно сделать? В Москве не всем удается. А тут они приезжают совершенно открыто, свободно. Наши мастерания абсолютно демократичны, никаких без абсолютного пафоса, открыты. Поэтому я даже на открытии объявляю, заставляю, ребят, вы просто подходите и теребите их. Они для вас приехали, не для себя. Но мастерам и участникам Витебску очень нравится. У нас, знаете, какой лозунг в Москве, когда мы агитируем? «Россиян», идет анонс, и в конце «Вы полюбите этот город». Еще никто не сказал, что он разочаровался. Ну, я думаю, что просто вы еще молодой фестиваль. «Фотокрок» – молодой фестиваль. И нужно больше, как говорят, пиарить информации, рассказывать о нем, привлекать участников новых. Ну и желаю вам только успехов, потому что дело интересное в любом случае. Фотография настолько популярна в мире, что ей всегда зеленый свет. Да, правильно, Татьяна. Фотография сейчас очень востребована. Это самый доступный вид искусства. Как у нас говорят, самый демократичный и самый социально ориентированный вид искусства. Кто сразу вот так возьмется за вышивку, за скульптуру, за написание симфонии? Фотографами сейчас каждый может все назвать. Фотографы все, да. Не у всех получается, может быть. Тут уже, как говорится, удиви меня, как я всегда говорю. Но вот как раз фестиваль или наши курсы, или выставки, они помогают понять себя, раскрыть себя. Ведь мы еще проводим портфолио-ревью. Это сеансы контактов с мастерами, где идет обсуждение их работ. Приглашаем. Спасибо, Василий, за то, что вы приняли участие в нашей программе. Желаю фотокрок успехов. Всего доброго. Благодарю. До встречи. До встречи.